Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рад, что могу быть вашей компанией, которая продлится ближайший час здесь, в рамках программы «Влияние». Меня зовут Влад Скоттс. Ну что ж, делайте звук погромче, это прямой эфир. У нас будет приятная беседа с композитором, исполнителем своих песен Дариной Качинжи. Здравствуйте. Дарина, спасибо огромное, что вы сегодня посетили, пришли в гости к нам в студию. И есть ли такая песня, из которой вы бы хотели начать нашу беседу? Ну, наверное, это песня, которая является моей визитной карточкой. Это «Когда любовь приходит с неба». Если я куда-то приезжаю и первый раз нахожусь в церкви или даю в каком-то городе концерт, то эта песня «Когда любовь приходит с неба» всегда звучит первой. То есть это, собственно, вы же автор этой песни. Ну, так спрашиваю, потому что эта песня стала настоящим шлягером, очень много исполнителей исполняет эту песню. Я являюсь автором музыки, потому что изначально, когда я написала эту песню, она была совершенно с другим текстом. И я ее исполнила в церкви, и один поэт, известный талантливый человек в Одессе, Владимир Сыпкин, подошел и предложил, что он может написать другой текст на эту песню. И я как бы сначала удивилась, но впоследствии, когда он мне показал, что он написал, я была очень приятно удивлена. Эти слова коснулись меня, и мы написали эту песню с этим текстом. А изначально это были и ваши слова, и музыка в оригинале? Да, да. Изначально были другие слова, которые я написала. Но я еще не была 15 лет, поэтому, возможно, текст был недостаточно совершенный, и он предложил свою помощь мне. А какой был текст? Вы помните тот текст? Да, такие слова были «Я знаю, Господи, я знаю, что Ты всегда со мной, я верю, Господи, я верю». И что-то там даже не помню. Ну, вот такие слова. Христианские, но, может быть, как по-детски немножечко было наивно. А мелодия сохранилась в оригинале, когда вот сейчас многие поют эту песню? Мелодия, да, конечно, мелодия осталась неизменной. Вы не возражаете, что ваши песни исполняют другие коллективы? Нет, я не возражаю. Наоборот, мне приятно, я удивляюсь часто, когда я вижу, очень много-много людей поют эти песни. Мне очень интересно и радостно на это смотреть. Сколько песен вообще вы написали в целом? Вот в целом я посчитала сегодня, это, наверное, около 60 песен. Это 40 песен, которые уже записаны. И еще, наверное, песен 20, которые никто еще не слышал. Они просто... Я их написала, и они ждут своей очереди на жизнь. Долго уже ждут? Некоторые еще, да. Уже лет 15 точно. А от чего зависит этот процесс ожидания? Есть песни, которые мне очень сильно нравятся, и у меня все горит внутри, чтобы быстренько записать эту песню, поэтому я ее в диск ставлю. Некоторые песни... Просто, мне кажется, не пришел еще тот момент, чтобы мне захотелось их включить в диск. И даже вот на последнем, на моем диске есть песни, которые очень старые. И я их написала и даже не понимала до конца, для чего я написала, о чем они. И сейчас вот события в моей жизни происходят, и я начинаю осознавать, что вот эта песня была написана для сегодня. У вас много таких есть? Пророческих песен? Да. Я только сейчас понимаю, что некоторые из моих песен пророческие. И какая из них самая ярко-пророческая? Я бы не хотела сейчас говорить, потому что это такие личные моменты. Многие песни просто пишешь, и ты думаешь, ты для кого-то написал эту песню. Ты думаешь, откуда... И даже люди меня спрашивают, откуда у вас вот такие переживания, там, эмоции бывают. И я думаю, наверное, для кого-то эта песня. А потом приходит момент, и ты понимаешь, что эта песня для тебя была. А как к вам приходит идея написать песню? Очень интересно. Я сужу за фортепиано, и то, что у меня вот на данный момент в голове, что бы я хотела сказать. Или Богу, или людям, да. Я просто закрываю глаза, ложу руки на клавиатуру, и у меня сразу музыка и слова появляются. И идея. То есть по характеру песен можно определить ваше настроение? И какое чаще всего настроение? В каком настроении вы пишете песни? Самое интересное, что в жизни я веселый человек. Но почему-то все песни такие более грустные получаются. Наверное, меня побуждают писать такие моменты в жизни нелегкие, я бы сказала. Как ни странно, у меня большинство песен такие, связанные именно с какой-то печалью. А у вас песни без фортепиано рождаются? Или вот обязательно должно быть фортепиано? Рождаются в голове песни. Я быстренько бегу за фортепиано, чтобы подобрать то, что я слышу. Один раз было, что мне приснился сон, и мне приснилась песня, мелодия, музыка только, без слов. И я проснулась, думаю, вау, такая красивая мелодия. И подобрала, и написала слова именно под эту мелодию. Какая это песня? Это мелодия к песне «Я падаю». У вас сегодня можно просить, чтобы капельной нам что-то исполнили, краткий фрагмент. Можно просить, но я не знаю, или я соглашусь. То вам нужно время подумать и согласиться, или... Ну, вы хотите, чтобы я спела капельной? Хотела б я улететь, а крыльев нет за спиной, я тихо падаю в руки твои, о бог мой. Наши вам аплодисменты. Спасибо. Кстати, в каком возрасте вы уже поняли, что у вас красивый голос, и вы хотите петь? Я до сих пор не поняла, что у меня красивый голос. Я просто очень не люблю петь. И какой бы у меня ни был голос, я, наверное, буду петь. Потому что оно так внутри меня живет. Что бы ни происходило в моей жизни, я все время пою. И у меня это сопровождается с пением. И я в церкви пела с пяти лет. Мне говорили, ты должна спеть, ты должна спеть. Это была маленькая церковь, и не так уж много людей было, чтобы пели в церкви. Поэтому я так поняла, это как мое служение, что я должна петь. И оно так продолжается. Не потому что я считаю, что я красиво пою, а просто я пишу эти песни, и, естественно, я хочу их спеть. Ну, наверное, когда вы исполняете песни, вот у вас какой-то есть эффект аудитории? Вы чувствуете поддержку? Наверное, массу комплиментов получаете? И убеждаетесь еще раз, что у вас есть талант? Нет? Я получаю поддержку аудитории, да. Я хотел бы предложить нашим телезрителям посмотреть некоторые фрагменты клипов на вашей песне, затем поговорим, собственно, об этих песнях. У вас есть песни и на... Большинство на русском языке, есть на английском и на украинском. Да. Давайте мы сейчас посмотрим фрагменты клипов, а затем вернемся в студию. Преодолеть бы гравитацию И не смотреть вниз, не смотреть Как будто чудо навигации Хочу лететь К тебе лететь Хотела б я улететь, А ты не вне за спиной Я тихо падаю В руки твои О, Бог мой Все отпускаю мечты Пусть будет как хочешь ты Я просто падаю В руки твои Все отпускаю мечты Я не могу объяснить, что я могу объяснить Я не могу объяснить, что ты Я хочу знать, что твоя любовь Я не могу объяснить, что ты Я не могу объяснить, что ты Я хочу твоя любовь Субтитры подогнал «Симон» 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 И никто не знал, что в Украине Никогда не будет может что-то такое произойти И когда я была в Америке Услышала, что происходит Это очень больно было для меня И я решила написать эту песню Как призыв для людей Любить друг друга Потому что все люди, братья Несмотря даже на то, что Кто-то русский, кто-то украинец Кто-то американец Мы должны найти в сердце любовь И только любовь может Действительно нас спасти если у вас личные вот свидетельства где благодаря вашим песням люди пришли к богу кто-то или помог передалить к кому-то ваши песни помогли преодолеть трудные обстоятельства да мне пишут люди письма эти письма присылают мне на e-mail и также пишут комментарии в интернете под моими песнями также если я где-то пою ко мне подходят и рассказывают я всегда очень сильно удивляюсь этому я вижу что бог действует я понимаю что мои заслуги в этом никакой нету бог просто каким-то своим чудесным образом через песни касается людских сердец и я очень благодарна богу что я могу быть полезна какая из ваших песен чаще всего касается эта песня сын бога вместо меня на эту песню у вас клипа пока нет будет записывать есть клип тоже на эту песню это был самый первый клип он может быть не такой профессиональный да мне просто подошли друзья и говорят нам так нравится эта песня 2 мы тебе просто на видео снимем чтобы люди имели представление кто поет и чтобы она немножечко вышла в массы эта песня и когда я написала ее это тоже такой интересный момент я ее написала и эта песня сама меня коснулась то есть вот такое ощущение что она не от меня просто вот кто-то вот сверху мне и ну мы знаем кто что это господь послал мне и ну наверное в интернете на youtube частности можно найти эту песню конечно многие люди поют ее во всем мире дорогие друзья вы можете зайти на youtube напечатать не на дарина качинжи там можно найти больше ваших песен клипов да скажите а если такие песни которые вы написали забыли да если я знаю потому что у меня есть такой критерий если я допустим вечером написала песню и я ее до утра не запомнила эта песня значит ушла в небытие потому что я только записываю пою те песни которые остались у меня в голове в моей памяти и много из таких песен которые вы написали и утром уже забыли да ну сколько например не если забыла единицы но вы думаете много я думаю что да это может даже не целой песни а вот по кусочку знаешь куплять допустим припев что-то родилось но это раньше я забывала а сейчас я уже немножечко мудрее стала у меня есть диктофон в телефоне и если я сочинила что-то мелодию или песня сразу записываю где бы я не находилась в машине или в самолете я сразу на диктофон записываю песню и потом уже начинаю думать а есть такие песни которые у тебя рождаются годами например какая из твоих песен дольше всего описалась вот последняя песня которая написала на украинском языке передайся в руки бога куплет уже наверное много-много лет назад был рожден у меня вот так вот бывает что куплет родился а припев не могу не получается и вот она ждет ждет потом раз припев сочинила и потом у меня как-то в голове вот эти пазлы складываются я понимаю что вот этот куплет для этого припева и сейчас время для этой песни а есть такие песни которые вообще люди не понимают собственно которых вы вроде написали а боитесь где-то опубликовать нет я не боюсь своих песен есть такие песни которые люди например не про не по совершенно не так понимают есть эта песня когда любовь приходит с неба большинство почему-то исполняет эту песню на свадьбах и наверное люди думают что эта песня любви между мужчиной и женщиной но эта песня любви божией а любви которая пришла к нам с неба эта песня иисусе христе и даже если крест предложит пойдет на крест она но все равно можно ее в принципе и так и так понять до раскрыть о ваших альбомах как они у вас создаются как вы отбираете песни к музыкальным альбом у вас есть три музыкальных альбома да расскажите как они у вас родились первый альбом я не планировала записать мечтала но не планировала и меня пригласили в москву для записи песен альбом сохрани у вас меня альбом сохрани и бог подарил мне такую возможность меня пригласил поэт андрей лукашин чтобы я написала песни на его стихи и мы записали эти песни на студии тимура рыжова это талантливейший аранжировщик и после этого я смогла выпустить этот сольный альбом туда вошли и старые песни которые есть еще раньше исполнялась группы пирс и новые мои песни это просто для меня был подарок такой от бога первый мой сольный альбом и на то время он даже стал занимал какие-то первые места где-то христианских хит-парадах вот а второй альбом в общем не следующие мои альбомы они так пишутся по мере того как накапливаются песни но у вас уже похоже песен накопилось больше чем но не всегда есть возможность все записать понимаешь вот когда есть возможность записать и я записываю 10 песен и я знаю что я вот сейчас могу выпустить альбом но я не спешу это же то есть первый альбом у вас сохрани второе английское название почему вы именно так выбрали вот название для ваш альбом сохрани my help is in grad и бог дорога моя да это очень просто у меня просто песни есть в этих альбомах с такими названиями я выбираю одну песню из всего альбома которая на мой взгляд более соответствует моему какому-то настроению и этот месседж который я хочу людям передать стоит такие названия а в альбоме моего без над просто есть песня такая поэтому я так назвала дорого обходится вам выпустить например альбом какие какой из этих альбом самый дорогой они меня все в одинаковую стоимость так скажем потому что в принципе одинаковые цены у аранжировщиков я плачу естественно за все сам они все одинаковые стоят и иногда я переживаю что вот у меня на данный момент нету возможности записать альбом но как только в моей голове появляется такая идея записать бог мне сразу посылает эти финансы то я им очень благодарен то есть нету возможности записать это имеется ввиду материальные расходы конечно ну например если вы записали альбом в нашем таком христианском маркете рынке если так выразиться вот альбомы себя не окупают или окупают нет это это именно неприбыльное дело так скажем я вижу что ты как бизнесмен тебя интересует это просто я скажу это именно служение это то что ты вкладываешь деньги и даже нет смысла ждать какого-то возврата потому что ну ведь наверно что-то неправильно наверно должно быть что-то изменено нет я думаю что это правильно со своей стороны бог благословляет и ждать прибыль в служении вот это неправильно прибыль для служения если вот вы записали один альбом зритель слушатель это оценит отнесутся соответственно меньше вот копирайта наверно кого-то будет то вы сможем смогли выпустить больше музыкальных альбомов да ты прав сначала я немножечко переживала по этому поводу но потом когда я увидела даже благодаря тому что много пиратских версий в интернете весь интернет в моих песнях то с одной стороны я должна радоваться потому что эти песни распространяются люди меня знают люди слышат их люди слышат евангелие через эти песни то это большой плюс а переживать не стоит никогда потому что над всем властвует бог и когда бог видит что ты отдаешь иногда последние то он тебя богослови и в сто крат и что происходит в моей жизни я никогда не нуждалась слава богу и всегда если я хочу записать песню не всегда есть на это деньги как вы реализуете ваши диски собственно посещение церквей концерты или вот на айтюн может быть есть у вас песни какие-то да раньше я реализовывала естественно просто после концертов после выступлений в циклях я продавала мне помогали люди продавать эти диски сейчас уже слава богу есть интернет есть айтюнс как ты сказал и там есть и мои альбомы для продажи и все желающие могут приобрести то у вас есть официальная страница веб-сайт куда можно зайти и приобрести альбом без есть и на веб-сайте и в основном на айтюнсе люди покупают а у вас какой веб-сайт darina.org darina.org я думаю если вы даже русскими буквами зайдете в google напечатаете darina качинжи то наверно много ссылок будьте но вы осторожны пожалуйста не выбирайте пиратские встречаете ли вы какое-нибудь недопонимание или не поддержку со стороны вот например пастырей в тех церквях где вы посещаете со стороны пастырей в основном я никогда не встречала в основном встречаю поддержку один единственный раз у меня была ситуация в моей жизни когда после одного концерта который проходил в портленде я могу даже в принципе рассказать это достаточно курьезно расскажите это было фестиваль мосты любви и там было очень много людей и меня пригласили участвовать я с радостью согласилась потому что я пою везде где меня приглашают и почему то есть же некоторые церкви более консервативная есть более свободный и после этого мне в одной церкви близко мне очень по духу сказали что вот извините раз вы участвовали в этом фестивале мост любви даже пастыр мне позвонил говорит я тебя очень хочу пригласить но у нас в братском совете есть один человек который говорит раз дарина участвовала в мостах любви мы ее не пустим к нам церковь петь я тогда у я даже плакала мне настолько это было больно это знаете как пришел к своим свои тебя не приняли называется но после этого я подумала все что не делается все к лучшему но я хочу сказать людям что я пою везде и даже в женских колониях в тюрьмах пою и если ты поешь где-то это не значит что ты становишься таким же самым как эти люди второе это то что для каждых для каждого человека свой путь богу и каждая музыка может на него подействовать если кто-то более современный если кто-то слушает разную музыку то для каждого человека есть свой стиль музыки который на него повлияет поэтому я считаю что такие фестивали наоборот вносит какое-то разнообразие естественно пользу для христиан вы сказали что поете в принципе везде куда вас зовут а куда чаще всего зовут чаще всего это музыкальные фестивали христианские чаще всего иногда я поют там где мне не зовут конечно иногда я вот как я уже сказала я в колониях пою недавно вот в украину как мы переехали я пела в нескольких местах для беженцев которые приехали с восточной украины люди потеряли свои дома и они живут таких как бы не то общежитие даже не знаю как это назвать очень ужасных условиях и у них там есть зал где они проводят служение там и не верующие люди я сама услышала что есть возможность сделать выступление для таких людей и поехала и спела там для них кстати вы переехали жить в украину вы пожили в америке несколько лет потом вернулись жить в украину почему мы вообще туда приехали так сложились обстоятельства мы поняли позже что это бог нас вел сначала было конечно тяжело и непонятно почему потому что в америке кажется все возможности а в украине сейчас такая ситуация что наоборот люди оттуда уезжают мы приехали и я участвовал фестивале надежды там я увидела людей украины которые просто люди потерявшие надежду на то что может быть что-то еще хорошее в их жизни и мне захотелось просто в этот момент жизни моей остаться там просто остаться с теми людьми с друзьями знакомыми поддержать их и я вижу что это принесло какую-то радость для них во вторых там очень хорошо мне показалось для меня там очень хорошо для моей семьи мы посоветовались и решили что ничего такого страшного нету чтобы угрожала нашей жизни и был благословил очень сильный нас как сейчас ситуация в украине в целом как вы думаете когда у закончится весь этот кризис на востоке страны я надеюсь и верю что он скоро закончится я даже в этом уверена но это зависит от того сумею для людей украинский народ все забыть и найти любовь себе силы простить конечно же забыть что вы имеете ввиду забыть обиду потому что когда между двумя братьями происходит вот такая вот я бы сказала вражда то это очень больно если какой-то чужой народ бы так поступил то это было бы как-то больше понятно правильно россия украина это два братских народа мы всегда были вместе это одно и то же и я не знаю как какой должен был быть хитрый план чтобы поселить вражду между двумя народами братскими даже по сути для меня никогда в жизни не было разницы русский или украинец сейчас только сейчас уже есть разница сейчас есть да потому что как-то уже понимаю что ты все-таки украинец дома хочется в мире быть вот это боль такая потому что у меня очень много друзей в россии который я очень люблю я очень много распела в россии и я знаю что люди вот сами простые люди не любят друг друга русские любят украинцы украинцы любят русских просто вот это политическая верхушка у них какие-то свои цели как вопрос коррупции сейчас на украине вот вы переехали из америки в одессе еще живете как в одессе в частности жизнь есть коррупция всегда есть коррупция она всегда была это у нас менталитете а причина то что людям очень тяжело жить понимаете беднота везде и люди ищут путей как им заработать я не оправдываю конечно но коррупцию можно будет только победить уже следующих поколениях если с детства воспитывать уже детей так что это стыдно что это как то плохо особенно большая роль в этом конечно на христианах если христиане будут проповедовать ценности библейские ценности где таки написано прямым текстом удерживая свою руку от взятки если христиане будут об этом больше говорить только так мы сможем победить коррупцию но и я даже скажу что сейчас немножечко лучше стало чем раньше было люди как-то стремятся уже более к честности людям надоело вот это все неправда все это лицемерие ну какая вы думаете сейчас на украине роль христиан возрождение так бы страны ведь сейчас и в парламенте есть христиане и в христианом принципе открыли они заняли ряд других кресел чиновников коррупция их не поедает они справляются вы думаете знаешь я тебе скажу так роль христиан это основная роль но к сожалению очень часто что люди которые стремятся занять какие-то посты независимо от того христиане не или нет в основном это люди которые имеют какие-то амбиции до завышенные бы сказал так потому что простые люди и честные они почему-то остаются вот в сторонке я замечаю так и честному человеку очень тяжело пробиться куда-то это очень это единицы до которых мы знаем единицы которым пробились вот в политике и я молюсь этих людей и все христиане должны молиться и я желаю чтобы украинские христиане стали более смелыми они чтобы поняли что это их призвание пойти и сейчас это такая возможность для людей вот такой момент для украины когда христиане просто наберутся смелости и пойдут и будут просто светом не планируете ли вы помимо вот вашей творческой деятельности вот параллельно заниматься кент какими-то вот социальными проектами знаешь я ничего не планирую уже в жизни бог мне показал что планировать ничего не имеет смысла лучше доверять богу и он поведет тебя своей дорогой поэтому если так случится в моей жизни что у меня откроется такой путь то я это буду делать на сегодняшний момент все что я могу я делаю это пишу песни участвую в различных мероприятиях это то что мне по силам сейчас если что-нибудь бог захочет чтобы я делаю сверху этого то я всегда рада с открытым сердцем давайте мы сейчас еще вернемся к вашей творческой деятельности я хочу предложить нашим телезрителям посмотреть некоторые фрагменты ваших концертных выступлений а затем может быть мы еще и поговорим в деталях об этих песнях внимание на экран можно в меру быть добры и в меру скупы можно в меру быть умным и в меру пусты можно в меру смеяться и в меру шутить но никак не получится в меру любви можно много стараться быть лучше других можно ветру отдаться пока он не стих можно в меру страдать даже в меру пожить но никак не получится в меру любви когда любовь приходит с неба увидит тот кто след не надо и и и и и крест предложат пойдет на крест она и 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 В сердце любовь пускай останется Даже когда призы все разданы Трудно порой понять, а важно верить Что на земле успех не главное Утро пройдет кому звездой сиять Кто за тебя тогда пойдет стоять Время жить без заботной птицей Время жить петь и веселиться Время после плакать и рыдать И камни собирать И собирать Зизнаемось Божий грешник Ти нас прости Наши песни безотечни Куди нам йти Накрывает на ночи крыла наше життя Тож прийми наші сердца Ми станем разом на колінах І гимне другий до небес Ось це назив Це Україна Прости спаси Святий Богдан Уважаемые друзья, спасибо, что вы с нами Вы смотрите канал «Импакт» Это прямой эфир Меня зовут Влад Скотт Сегодня у нас в гостях Композитор, исполнитель своих песен Дарина Качинжи Ну что ж Грандиозное выступление только что мы посмотрели Я так понимаю, это с Львова Да, да Расскажите в двух словах об этом проекте, кстати Когда мы приехали на Украину Это для меня было приятным сюрпризом Рано утром мне позвонили организаторы И пригласили меня для участия в фестивале надежды Фестиваль с участием Франклина Грэма Это сын всемирно известного проповедника Билли Грэма Я была очень рада, конечно же Я готовилась серьезно к этому выступлению Этот стадион вмещает вообще 35 тысяч Но присутствовало более 40 тысяч людей На этом фестивале, да Многие стояли люди Это христиане в основном были? Нет, нет Это была евангелизация для всех людей Христиан и нехристиан Там автобусы привозили людей В принципе, большинство было неверующих Потому что где-то около 4 тысяч покаялись люди Но это просто хорошая пиар-компания была Или можно сказать, что в Украине сейчас у людей жажда о Боге? Пиар-компания была хорошая, это само собой Но я думаю, что это была идея, наверное, ассоциации Франклина Грэма Чтобы именно в такой тяжелый для Украины момент Сделать фестиваль надежды, чтобы подарить людям надежду Потому что это то, что наиболее необходимо сейчас украинскому народу Это, наверное, один из, или самый масштабный проект, который еще был в Украине Что 40 тысяч народа собралось Да Подобный фестиваль был в 2007 году Но столько людей он не собрал Это, конечно, был аншлаг, можно сказать Скажите, вот вы часто выступаете по самых разных концертах Какие казусы вообще приключались с вами на сцене? Всегда, как во время любого выступления Какие-то могут быть со звуком проблемы То фонограмма отключается, то микрофон Но это все такие мелочи, на которые уже просто привыкаешь Не обращаешь внимания, поешь, несмотря ни на что Но один раз со мной произошло По-моему, это было в Днепропетровской области Я немножко была уже настолько уставшая перед выступлением Что я сказала, одна сестра стояла и раз говорю Я что-то так устала, что нету сил даже выйти на сцену И она говорит, о, ничего, я медсестра Вот у меня есть тут такие зернышки Ты их возьми, и они тебе сейчас помогут Да, и я как-то так вот наивно думаю Ну зернышки, что мне могут зернышки повлиять? Взяла их, села И когда уже вышла на сцену Я поняла, что у меня вот так вот голова кружится Люди у меня вот так вот вдворят уже То есть настолько стало плохо Я не знаю, что это были за зернышки Потом, когда я спустилась, меня, можно сказать, увели со сцены Я эту сестру больше не видела Думаю, наверное, она мне искренне хотела помочь Но получился вот такой казус Удалось до конца, наверное, исполнить песню? Песню я спела Я могу, слава Богу, в любом состоянии исполнить до конца Вы, получается, много приглашений, да? Какое из приглашений, из проектов для вас был самый такой неожиданный, неординарный? Наверное, самый неожиданный Это был фестиваль надежды вот этот, который был летом Потому что брат Василий, организатор, позвонил очень рано Ну как очень рано для меня Рано, это с 7 утра он позвонил и пригласил Я еще сонная была Я не могла до конца понять, куда меня приглашают Неужели это правда, что такой фестиваль будет в Украине Я даже не слышала ничего Оказывается, Украина готовилась А я в Америке спокойно жила и ничего не знала об этом И это был очень такой сюрприз приятный для меня А вот неординарная, имею в виду, не просто не концертная программа А может быть, какие-то другие проекты вас приглашают на что-то подобное? А вот интересно, сейчас вот я приехала в Америку Почему? Конечно, я очень скучала и молилась, чтобы у меня была возможность приехать Мне написали письмо, такая организация есть United Bible Society Это объединенное библейское общество, которые занимаются переводами Библии на все языки мира И 24 ноября будет Всемирный день Библии И к этому дню они приурочили выпуск песни Песню написал награжденный Грэмми-композитор, известный тоже во всем мире Билли Дорси Он является также продюсером многих известных звезд, таких как Лакре Он написал песню И они пригласили из каждой страны одного христианского исполнителя И ко мне они обратились как к человеку, который может сделать перевод на русский язык Я им предложила, давайте, я могу сделать еще на украинский Они с радостью согласились, так что, возможно, позже я сделаю перевод на украинский язык Но для русскоязычного населения я сделала перевод этой песни И была приглашена в Техас в одну из лучших студий США Это студия, на которой записываются мировые звезды, такие как Бейонсе И мы на ней записывали христианскую песню От каждой страны приехал христианский исполнитель От Италии, от Германии, из многих стран Из Франции Сколько стран у всех? Вообще участвует 13 стран То есть эта песня будет переведена на 13 языков Это одна песня с 13 языков будет? Да, да, да 13 куплетов типа того? Нет, нет, каждый записал эту песню на своем языке полностью Эта песня о Библии, она называется «Слово Божье» И она именно полностью состоит из библейских текстов И 24 ноября будет релиз ее на iTunes на каждом языке И что самое интересное, все средства от продажи этой песни будут идти в эту организацию Которая переводит Библию на все языки У меня были планы, но я, как уже сказала, я уже стараюсь не планировать Бог мне делает такие сюрпризы Ну, нельзя так ничего не планировать Ну, чуть-чуть я планирую Это такой уже мой стиль, да Чем меньше я планирую, тем больше у меня все получается И больше благословений Ну, естественно, хочу вот сейчас я заканчиваю мой четвертый альбом Уже последнюю песню вот запишу и выпущу И в принципе... Как будет называться альбом? Я еще не придумала Я сначала запишу все песни, потом я сяду их послушаю все от начала до конца И как мне придет идея Ну, если позвольте, такой вопрос Какая песня с этого же нового альбома вам сейчас больше всего нравится? Больше всего? Мне нравится песня «Я возлюбил тебя» Вы ее уже исполняли, наверное? Она есть в интернете, да Многие песни уже есть, как синглы выпущенные И я смотрю, какая песня более сильная И я, наверное, так и назову альбом Я думаю, что не так важно, как ты назовешь альбом Насколько более важно, чтобы песни в нем были наполнены смыслом Было все профессионально, качественно, музыка, слова Вы обычно работаете с украинскими музыкантами, да? Я работаю с разными странами В основном, аранжировщик основной, это Александр Лагвиненко Это очень талантливый человек, который знает меня Который, он уже понимает, чувствует, что я хочу Также вот в Москве Тимур Рыжов Это просто идея у меня есть, чтобы еще записать альбом на его студии И сейчас также вот американскую песню хочу записать новую Я написала слова и музыку С вот этим продюсером, который меня пригласил в Техас на эту студию Я с ним договорилась, что он будет продюсировать эту песню И также я забыла, что Сергей Брикса мне продюсировал несколько песен Да, это песня «Небо тихо плачет», «Юрий Тропец» Как бы очень много людей, моих друзей, талантливых музыкантов Вы уже будете жить в Украине или там пока остаетесь временно А все-таки хотите вернуться в Америку жить? Мы посоветовались с мужем и решили, что пока мы будем жить в Украине Пока у нас так расположено наше сердце, чтобы жить там Если вдруг так произойдет, что Бог нам покажет, что мы должны опять в Америку вернуться Все возможно Мы открыты Расскажите о вашей семье, какую роль муж играет в вашем творчестве? Это, конечно, поддержка Он со мной всегда на всех выступлениях Он за аппаратурой, возможно, его не видно зачастую Но когда он за аппаратурой, я спокойно пою, я не волнуюсь Также он меня настраивает, если я переживаю и часто думаю Ой, что у меня горло болит, ой, что-то не то Знаете, часто у меня такие бывают Он говорит, не переживай, у тебя все получится Поддержка Также у меня есть две дочери, Ванесса и Даяна Две девочки Которые являются тоже моей поддержкой Моими стилистами, модельерами Которые мне помогают во всем С своими советами, как молодое подрастающее поколение А у вас не было никогда идеи, не пробовали вместе с супругом Иваном спеть песню? Мы пели, мы очень часто в церкви пели И поем вдвоем Но не записывали пока песен вместе Возможно, все в будущем Как вы думаете, ваши дочеря тоже пойдут по вашим стопам, будут петь? Конечно Я даже не сомневаюсь Уже поет, да? У Ванессы поет, у нее очень красивый голос Но вот она очень стеснительная Поэтому я не знаю, если она захочет, я ее всячески подержу Даяночка, она еще маленькая У нее еще пока не так получается Но зато у нее огромное желание на сцену И те, она ничего не боится Она уверена в том, что она самая красивая Лучше всех поет, такой человечек Поэтому я думаю, если они будут развиваться И приложат много усилий То они, возможно, пойдут по моим стопам Но это не обязательно Я от них ничего не требую Что бы вы могли пожелать людям Которые сильно хотят петь Но пока не поют То ли таланта нету, то ли стесняются Если таланта нету То я им желаю поискать другие таланты А если кто-то вам когда-то сказал Что вы умеете петь И у вас есть это желание, все это Вы должны преодолеть себя Преодолеть все волнения И начать петь Потому что Бог очень любит музыку И Богу очень приятно, когда поют для Него У меня есть ряд вопросов Я так называю их между тем Скажите, какую книгу вы сейчас читаете? Я сейчас читаю Библию Книгу Якова Ваше самое любимое место на Земле? Мое любимое место это Шри-Ланка Хоть я там никогда не была Но мне примерно кажется Что это самое прекрасное место Которое есть А какой день в вашей жизни Вы вспоминаете как самый счастливый? Это два дня рождения моих детей Когда вы последний раз плакали? Слава Богу, что я сейчас уже не могу точно вспомнить Когда я плакала А за что вы любите жизнь? Я люблю жизнь Ой, за все, наверное, люблю Это такой вопрос За то, что я в ней За то, что я ее вижу За то, что Бог мне ее подарил Я радуюсь каждому дню Вот если бы сейчас начинался концерт И на ваш этот концерт пришел Иисус Христос Он сидел бы в зале среди людей Какую песню из вашего репертуара Вы бы сегодня, сейчас ему исполнили? Я вряд ли смогла бы петь Наверное, но я бы спела Наверное, я знаю, что ты мой Бог Я бы спела эту песню Вы в Америке недолго У вас какие еще планы здесь в Америке? Я буду здесь еще до 21 числа И за это время мне нужно успеть еще много-много чего сделать И потом уеду и опять буду скучать Ну, по возвращению в Украину у вас, наверное, там уже намеченные проекты, концерты Да А где в двух словах, что у вас, какие планы? Я еще должна сделать несколько концертов, которые у меня отменились на Украине Я помню концерт в Житомире, который у меня отменился, к сожалению Мне очень стыдно было, но у меня не получилось приехать И мне нужно это навертать И также сейчас организовывается еще тур в Германию У меня много приглашений в Германию Я еще никогда там не была Хотя все время планирую, но вот сейчас я сделаю это С позже помощью А потом опять приеду в Соединенные Штаты с новым альбомом Ну, такие... А в Германии будете в церквях принимать участие? В церквях, да, да В церквях И также там намечена съемка клипа на одной студии тоже Это мы говорим за русскоязычные церкви, да? Да, мне сказали, что там как-то уже смешаны церкви Немецкие со славянским Ну, на немецком языке пока у вас нет еще песни Нет, пока нет Но, наверное, еще есть время успеть записать Не знаю, не знаю Это очень тяжелый для меня язык А в Украине вы уже переключаетесь на украинский язык Или на русском общаетесь всегда? Могу на украинском и на русском Для меня это оба родных языка Я свободно владею обоими языками Скажите, поляните Поляните Ну, вы больше думаете на каком? На украинском или на русском языке? На обоих языках Для меня иногда я переключаюсь на украинский язык Сама того не заметив дома Потому что дети учатся на украинском И мы дома можем и по-украински, и по-русски говорить А когда вот ругаетесь на каком языке? На украинском или на русском? Просто я так спрашиваю Я недавно брал интервью у одного человека Он сказал, если вот я недоволен чем-то на кого-то То я переключаюсь всегда на украинский язык Нет, наоборот Ругаемся по-русски А потому что украинский язык Это такой нежный язык Это язык очень мелодичный На нем невозможно ругаться У вас, кстати, много песен на украинском языке? У меня две песни всего лишь, к сожалению Но будет больше В новый альбом уже вошла тоже песня на украинском языке? Да, две песни В новом альбоме будет, да? А когда, кстати, он будет уже в продаже? Вот как только я его выпущу Сразу будет в продаже Это мне осталось последнюю песню записать Я не могу точно сказать Может быть, пару месяцев займет, чтобы сделать тираж И сразу я сделаю презентацию И буду ставить в iTunes Если у вас из наших телезрителей Вот кто-то захочет вас пригласить в свою церковь Или с вашим участием организовать концерт С чего нужно начинать? Каковы ваши условия? Нужно просто написать на e-mail письмо E-mail этот есть на моем канале YouTube И написать желательно письмо от какого-то официального лица Потому что бывает, что просто люди приглашают А если это конкретное приглашение для служения Это должно быть официальное лицо И я рассматриваю эти предложения И уже думаю, если у меня свободно в эту дату Ну, если вот, например, концерты какие-то Соответственно, гонорар должен быть за ваш визит? Если это евангелизация, то нет гонорара Я всегда езжу бесплатно Если служение, евангелизация, естественно, это все бесплатно Если это какой-то фестиваль, там, какой-то развлекательного характера То я думаю, если у людей есть желание благословить, они благословят Оставить какую-то цену, то я думаю, это неправильно будет Что бы вы еще хотели пожелать нашим телезрителям? У нас осталось 4,5 минуты эфира Я хочу пожелать долготерпения Чтобы все люди укрепили сердца наши Потому что приближение Господа уже близко И чтобы в сердцах всегда был покой Это все Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами Это была программа «Влияние», прямой эфир А сегодня мы беседовали с композитором, исполнителем своих песен Дариной Качинжи Если вы желаете поддержать ее творчество Заходите на ее персональный канал в YouTube Или на ее же веб-сайт Или же на iTunes-аккаунт Приобретайте диски Так как песни, ваше участие послужат тем Чтобы Дарина больше еще записала и выпустила песен Которые будут радовать вас и приносить пользу Спасибо, что вы смотрите канал «Импакт» Спасибо, что вы нас поддерживаете Заходите в архив, оставляйте ваши комментарии На этом слове я с вами прощаюсь Божьих благословений До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова